Это экспертное мнение и ровно сутки остались до матча Лиги Европы. Завтра в 19.45 Шериф Терраспол играет на главной арене спорткомплекса с португальской Брагой из города Брага. В большой студии канала ТСВ собрались наши журналисты и гости телеканала. Говорить мы, конечно же, будем о футболе. Ну и это первая Евровесна и опять мы говорим слово, которое, в общем-то, давно уже выучили. Исторический матч. Почему, по вашему мнению, этот матч опять исторический? Игорь? Ну, смотрите, вот на сайте UEFA анонс четверга и там Тиль вместе с мегазвездами мирового футбола. То есть Шериф, он уже в этом году, он на равных, он уже везде, это как мем, это как, ну, нечто такое неожиданное, всем нравящееся, все за него переживают. Смотрите, мы вот сейчас общались с болельщиками из Беларуси, мы, говорит, за вас, мы за Шериф. Звонили даже в Португалию, даже португальцы некоторые за нас. Вспомните, даже когда Шериф играл с Реалом, за кого были болельщики Барселоны? Ну, за Шериф. За кого еще можно болеть? Нет, и по-другому я с тобой чуть-чуть поменяю твою мысль, ты правильно говоришь, но вспомните все, наверное, особенно, когда еще в детстве, когда болели, всегда нравилось болеть за какого-то неизвестную выскочку. Это всегда всем нравилось, когда болеть за... Неизвестная выскочка, ну ладно, оставим. Нет, ну, для европейцев, глупо говорить, сейчас мы уже, да, мы уже, о нас уже узнали, но о нас узнали это практически, можно говорить, здесь и сейчас. Но на самом деле мы выскочки, мы андердоги, поэтому за нас всегда интересно. Всегда интересно болеть, всегда болеют против богатых, да, знаменитых, это... Успешные, да. Да, да, Рубин Гуды, мы такие футбольные Рубин Гуды, да, играем. Сложно мы говорим, Брагу богатые, успешные знаменитые. Я не про Брагу говорю, я говорю про то, что когда мы играли с Реалом, когда мы играли с Интером, да, но по сравнению даже с Брагой, мы по сравнению с Андердогом, потому что Брага регулярно. Согласен, и что еще интересно, обычно всегда, ну как, все говорят, идем смотреть на Реал или на Интер, а вот в этом матче, вот Денис говорит, а кто такая Брага? Шериф главная звезда оказалась, то есть сейчас на Шериф смотрят гораздо чаще и с большим интересом, чем на какую-то там Брагу. Нет, те вещи, которые Шериф совершил в эту Еврокомпанию, там победа Реала первая вообще, игра в Лиге чемпионов группе, сразу же победа, очки набранные с Шахтером, с Реалом и так далее, конечно, говорят о том, что, ну, эта Еврокомпания для клуба, как Саша прежде сказал, действительно, неизвестного клуба широко в Европе, это очень успешная компания, это Евровесна, это то, что мы, ну, много-много лет ждем. Денис, а вот на самом деле, в общем-то, чего мы ждем от этой игры, по большому счету? Мне кажется, сейчас главная задача сделать так, чтобы Шериф не то, что напомнил о себе, чтобы о нем не забыли, вот я буквально только что закончил монтировать интервью с Верни Дубом, оно выйдет сегодня, сразу после новостей, огромное интересное интервью в необычном формате, рекомендую всем посмотреть. В общем, мы спросили Верни Дуба, почему он остался в Шерифе и остался аж на три года. Ну, и задача такая, что Верни Дуб намерен и в следующем сезоне тоже попадать в группу Лиги Чемпионов. Сейчас это главное, сказать, что все было не зря. Вот такая вот мысль у него. Доказать, он сказал, что я хочу доказать в первую очередь не только болельщикам и зрителям, но и тем, кто говорил, в частности, голландец, да, который говорил гадости, о том, что да, это все не просто так и впереди, возможно, можно прыгнуть выше. А что еще осталось? Не доказано. Мы доказали, что, в общем-то, можем играть на равных с реалом. Показали, что можем, в общем-то, играть с синтером, да, может быть, к результату не начало нас порадовало. Мы доказали, что шахтеру, в принципе, с нами на поле надо бояться. Мы доказали для российской премьер-лиги, что лимит на легионеров, это не есть добро. Что мы будем в этот раз доказывать? Что можно выиграть, как минимум, брагу дома и на выезде. А вот, кстати, я знаю, что девушки всегда ходят на футболиста. Мы знаем, опять же, что состав шерифа, в общем-то, достаточно серьезно поменялся к этой игре. На кого ты советуешь девушкам пойти и посмотреть вот в этот раз, в этой игре? Я не знаю. А можно я отвечу за это? Атанасиадис, на которого смотрели все девушки, в составе остался. На кого они опять пойдут смотреть? На него же, я думаю. Я хочу сказать, потому что я делала тоже обзор новичков, сейчас есть рогелушки, по-моему, как-то так называется, да, бразилицы, если я не ошибаюсь. Вот, это такой, да, милые дамы, да, это шатен с голубыми глазами, так что вот как бы, как минимум, девушкам приходить, да. Денис правильно сказал про Атанасиадиса, мы проводили опросы в соцсетях, хотели выяснить, ну такой непростой вопрос для таких обычных людей, с какой самый дорогой футболист в составе шерифа? Дорогой, с какой точки зрения? Дорогой по стоимости трансформация, практически, больше половины ответили Атанасиадис, потому что его больше любят, его больше ценят, хотя Атанасиадис еле в четверку попадает по стоимости. Слушай, ну, я знаю, в общем-то, всегда на первых позициях это нападающий, защитник, кто угодно, а тут вратарь. Кстати, завтра вратарь выйдет с капитанской повязкой, потому что в отсутствие Дуланта, который перебор жертвых карточек, вот назначили главным на завтрашний матч его, то есть его ценит и тренер тоже. Кстати, по поводу выбора капитана, потому что Юрий Николаевич в интервью сказал, что капитана выбирает он сам, не команда, а он назначает, кто будет лидером. Это интервью, да, что люди будут смотреть после выпуска новостей. Ну, на самом деле, можно же идти смотреть не только на конкретного игрока, а на Верни Дуба, а на команду Верни Дуба. Очень интересно посмотреть, что он придумает сейчас, потому что каждая игра, какую мы видели в Еврокубках, она была особенной. Это не было просто, ну, все заперлись у себя в штрафной, да, и выбивая подальше. То есть это были контратаки, это были отличные пасы, это, ну, шикарная игра в центре поля. Я бы пошел посмотрел на линию защиты шерифов, потому что я сейчас даже не представляю себе, как она выглядит, учитывая то, что трое игроков ушли, один дисквалифицирован. Мы их видели всех, только их мы видели в группе Лиги Чемпионов. И кроме варианта с Раделичем, да, который остался единственным центральным защитником... Я не опасаюсь, что они могут, как говорится, не выдержать напор. Мне интересно, кто вообще. У нас есть инсайд, к позе слева, Ренан Гедеш, бразилец справа. Два крайних защитника. Кто зато придет на матч, кто проверит и подтвердит. Так они не заявлены. Они не заявлены, говорю, на будущее. Мне завтра интересно посмотреть. А, ты про Браза говоришь, вы можете назвать? Браздинск сказал, что нужно идти и смотреть на команду Юрия Вернидуба. Сейчас он в этом межсезонье, то есть получается очень много ушло тех игроков, которые играли в групповом раунде Лиги Чемпионов и делали тот самый исторический успех. И вот что сейчас за этот короткий промежуток слепил из шерифа Юрия Николаевича, это очень интересно посмотреть. И учитывая, что в прошлый раз у него времени тоже было абсолютно в цейтноте, он сделал такую команду конфету. Вот сейчас... Юра, знаешь, что самое интересное? Что те семь и плюс сегодня еще восьмой новичок, у тебя есть эти игроки в составе, но ты их не можешь поставить, потому что не было возможности их заявить. И сегодня Вернидуб сказал, что там проблема в трансферном окне, потому что в Молдавии оно открывается позже, чем закрывается окно на Еврокубке. И этот бюрократический момент не удалось решить. То есть это как локоть, который ты не можешь дотянуться. Это, кстати, тот самый пример, когда говорят, что шериф все решает, шериф все может. Вы понимаете, насколько все происходит неожиданно, что молдавский чемпионат не рассчитан на то, что какая-то команда из чемпионата Молдавии может выйти весной и играть в Еврокубку. Я предлагаю поговорить о Португалии. Вот самое время, да. Наш коллега Сергей несколько лет прожил в Португалии. Расскажи, чего там? Ну, страна одержима футболом. Это сразу бросается в глаза. Я как бы сам люблю футбол. Ну, так как они, я этого не люблю. Да, нет, ну что, мы тоже любим футбол. Но мы такие более закрытые люди. Они все-таки южные европейцы, эмоциональные. Южная кровь. Да, южная кровь. Плюс у них как-то, я не знаю, как в Бразилии, то есть футбол, средний уровень футбола очень высокий, звезд много. Поэтому все это еще в таком антураже, что собираются с семьями, в кафе там. Ну, если 100-летний болельщик у Браги есть, если есть бабушка, которая выбежала и пыталась что-то заказать судье, выбежав именно в футболке Браги. Это говорит о том, как люди любят свою команду. Причем там нет разделения мужчин и женщин, там возрастная какая-то, ничего нет у этого. То есть все разбираются, все как бы в теме. Страна строго поделена, ну, в основном, конечно, между тремя командами. В Браге там в основном болельщики на севере, там Браги, вокруг Браги. Я слышал, что там новости начинаются с футбольных новостей. Ну, это когда будет информационный вдох. Будет война. Когда у них классика португальская, то сначала там травмы, составы, что было, а потом уже после всего президент Португалии побывал там где-то, совершил что-то. Я хочу добавить, насколько футбольная Португалия. Я обратил внимание, даже в маленьких городах, там, где нету своих именитых футбольных клубов, есть довольно-таки большие фаншопы сборной Португалии. В которой, ну, понятно, там, культ Роналду, можно купить даже трусы с номером 7 и надписью, там, Криштиана. Седьмые трусы Роналду. Мне кажется, они довольно популярны. Что это за седьмой Роналду? Ну, давайте скажем так, что Брага… Ну, не только Роналду за цикл, вспомните, Эсебио, Фигу и так далее. Брага – это очень небольшой городок. Он примерно похож на Тирасполь по количеству даже жителей. Но для Браги это крупный город. Всего лишь, ну, 190 тысяч человек. И клуб называется «Спортинг-клуб де Брага». Все говорят о нем «Брага». А о самих игроках говорят, что они оружейники их называют, архиепископы называют. И еще есть третье название, оно связано с тамошней Божьей Матерью. Вот у них там есть очень древний храм, который, в общем-то… Какой-какой? Брагской Божьей Матерью. Там еще, по-моему, селебрити, да, Макс или кто-то из ребят делал про то, что там два игрока очень похожи на знаменитости. А, за что ли? Остался уже один. Уилл Смит ушел в Россию, будет играть за Химки. Ну, а второй его зовут Лукас Пиазон. Спешу тебя разочаровать. К нам он не приедет. У него какие-то проблемы то ли с тренером, то ли с руководством клуба. Он двойник Джастина Бибера, но обязательно будет смотреть за матчем по ТВ. И он уже лайкнул пост о том, что Брага до Тирасполя все-таки доехал. Максим, а по стилю игры там никого нет, двойника Роналду? По стилю игры мы пообщались вчера с Жуалом Перейро. Я думаю, болельщики Шерифа хорошо его помнят. Это был первый португалец в Шерифе, играл 10 лет за нас. Он сказал, что Брага очень любит контролировать мяч и всегда высоко прессингует. То есть посыл Жуалом, нужно быть готовым к высокому прессингу, играть в контрпрессинг и стандарты тоже есть. А что мы можем этому противопоставить по большому счету? Сейчас сложно вообще сказать, что противопоставит Юрию Вернидуб. Наверное, только он знает, потому что мы не видели, во-первых, контрольные игры. Они проходили закрытые и для валетчиков, и для зрителей, и для журналистов в том числе. У нас нет никаких в этом плане привилегий. Что сделать Юрий Вернидуб? Я уверен, что, конечно, работал и наигрывал и в контрольных играх. Что сделает? Ну, можно сейчас гадать, как сегодня Инга в прогнозе погоды на кофейной гуще? Ну, шансы бы примерно такие же, как у Инга. А что она, кстати, нагадала-то? Ничего, она покажала, сказала решать, и Саша. Завтра нагадала 17 градусов тепла, так что погода практически весенняя. Самая, как говорится, погода для того, чтобы сходить на стадион. Самая португальская. Мы сегодня видели небольшой отрывок, как гуляла команда по городу. Они сняли и выложили, команда Брага. И они там одеты в шортики, в шортики, в шортики. По сути, они привезли нам португальскую погоду, потому что этот фактор мы тоже учитывали. Вот, они приехали за два дня акклиматизироваться сюда, у них там плюс 10, а у нас тут минус 5, а тут бац, и португальская погода. Ты думаешь, мы на лыжах лучше играем, чем они? Нет, на самом деле, почему нет? Нет, почему нет, да, это исторический факт. Очень многие российские клубы, да, и раньше советские, очень много на этом выигрывали, да, когда иностранцы приезжают. Саша, не забывай, кто играет в шерифе. Минус 10, минус 15, и очень много проходили. И Риал, и Арсенал. Саша, не забывай, кто играет в шерифе. Там игроки тоже, которые привыкли к солнцу и к теплу. И сказать, что для них минус 5 – это преимущество перед португальцами. Для них молдавская зима привычнее, чем для португальцов. Там много новичков, которые еще не видели зимы. Это плюс, как ни удивительно, но сейчас у нас быстрая команда, и поэтому нам лучше хорошее поле. Потому что многие футболисты шерифа, они снега в глаза не видели никогда. У нас очень быстрая команда. А, кстати, Брага, она такая колючая команда, я бы так грубо ему расскажу. Она сама не играет и другим не дает. Это такой португальский атлетико Мадрид. Или Интер, с которым нам сложнее всего было играть в группе Лиги Чемпионата. Но они с характером команда. То есть, даже если они пропустят, то их это сильно не напрягает. Кстати, вот сейчас они в чемпионате играли. Кэмбэк 1-0 проигрывали. Вообще у них ничего не шло. В итоге 2-1 выиграли. Ну, насколько я знаю, сейчас чемпионат как раз в Португалии сам разгарит. Игра, команда сама разыграна. То есть, она чувствует себя достаточно уверенно. Есть травмированные, есть уставшие люди тоже. Влад, я знаю, что в общем-то пресса португальская сегодня достаточно много посвятила внимание именно предстоящей игре. И как-то они оптимистично настроены. Есть такое ощущение, что приехали они за победой. Да, большая часть... Я, кстати, насколько знаю, португальская пресса не очень много посвятила. В основном пишут все о поражении спортинга 0-5. Соперники спортинга смакуют все эти подробности вчерашнего матча. Но некоторые издания все-таки начали писать о Браге. Завтра будет больше. Они почему-то считают, что из-за того, что Шериф не играл два месяца официальных игр, это будет огромный плюс для Браги. Вот они говорят, мы рубимся чуть ли не по два матча в неделю, а ребята последний матч провели 11 декабря, по сути, больше двух месяцев назад. Это правда большой плюс, потому что команда Шериф проводила товарищеские матчи почти практически все, за исключением последнего с Динамо Авто, в крытом манеже. То есть играла на синтетике. Вот буквально неделю, ну чуть больше, она вот перешла на натуральный газон. Плюс игровые связи, понимаете, наверное, месяц для того, чтобы Юрий Николаевич вот эти вот игровые связи, новый наиграл, этого недостаточно. То есть, с тем, как они начали квалификацию играть в Лиге Чемпионов, к нам приезжали суперкоманды, с которыми спарринги проводили. Перед тем, как они проиграли два матча от Кубок и Суперкубок, когда он первые два месяца наигрывал, там были очень тяжелые. У него было время собрать, а сейчас как интегрируют новичков, это самая большая проблема. Нет новичков в этой команде. В этой игре, раз будут только те, что проверили, уже сыграны. Костяк, пять человек ушло. Те, кто был. Ну, грубо говоря, запас сейчас будет в основе. Хорошо. Португальцы, как ты говоришь, любят футбол. Португальцы ходят всеми на футбол. Это значит, что команда привыкла к 12-му игроку, к тем, кто поддержит его на трибуну. Знаю, что вроде бы должны приехать, но будет небольшое количество. А у нас есть шанс противопоставить, как говорится, нашего 12-го игра, игрока, скажем так, в Браге. Добавить нашим, как говорится, вот этот вот разрешенный допинг. Наш фанатский сектор набрался уже опыта за Лигу чемпионскую кампанию. Стало намного больше людей, больше поддерживать, более интенсивно. Я хочу вернуться к вопросу, зачем идти на стадион. На самом деле, кто-то идет на команду, посмотреть на игру, на отдельных игроков. Я все-таки для себя и всех остальных призываю идти на стадион. За той атмосферой, за тем праздником, который создает «Шериф». И люди, которые болели на всех домашних матчах, и ребята, которые ездили на выезды. Но все говорит о том, что и город, и болельщики готовы поддерживать команду. Осталось только одно, чтобы это единение стадиона и команды, чтобы мы их подгоняли, они давали результат. Чтобы игра удалась. В общем, мы верим, что все будет хорошо, и здоровье, без травм. И самое главное, ты как в следующий раунд. Потому что это праздник для нас, корона везде, люди болеют этот раз. Большой праздник приехал к вам сюда. Когда «Шериф» проигрывал «Интеру», 0-3 здесь дома, и уже в добавленное почти время Трауре забил. И какие эмоции были. 0-3, казалось бы, 1-3. Мы наконец-то начинаем, чуть-чуть начинаем понимать, что можно болеть. И даже при счете 0-3 не уходить со стадиона, как мы привыкли. Да, можем посмотреть и обрадоваться хотя бы этому одному голу, и тому, что команда играет, сопротивляется до последней минуты. Это характер, это… Ну, все помнят этот кайф, когда забил. Я еще помню, просто мы в пуховиках, в шапках, шарфах, и холодно на улице, но тебе жарко от эмоций, потому что ты болеешь. И, конечно, только ради таких эмоций, мне кажется, стоит приходить. Они это рекомендуют. Не покидайте матч раньше, чем прозвучал финальный звездок. Это неуважительно. Как так можно? Для чего? Ну, Аня, а как успеть на маршрутку? А в троллейбусе место? Десять минут? Десять минут, что решать? Слушайте, у нас чудо-сказка, да, вот происходит. Игорь Витальевич, вы когда смотрели «Титаник» в кинотеатре, и когда Роза с Джеком на этом плоту? Я не плакал. Вы уходили? Что, ты уходил на пятный… Мне не очень нравится вектор нашего разговора. Мы обсуждаем, как не уходить с матча. А к чему вообще? Кто собрался уходить? Сравнивать матч с «Титаником» тоже не очень хорошо. Вообще, на самом деле, я, честно говоря, очень хочу, чтобы наконец-то мы научились переносить футбольный праздник не только на трибуны, не только свои эмоции выливать, но и в город. Вадим Петрович, на самом деле, на самом деле, произошли колоссальные изменения. Перед прошлыми играми, да, мы объявляли конкурс «Поддержи команду». Несколько семей в форме шерифа, да, в фанатских майках, в шарфах. Дома там у них там огурчики какие-то по-домашнему, да, какие-то там отбивные, горошек, шашлыки. Праздник-праздник. Да, праздник-праздник, но все в атрибутике шерифа. Ничего подобного, ну, вспомните, когда вот подобное было. Ну, да, на футбол вот так одеться, сходить, да. В начале 2000-х, когда выигрывали с Кубки Содружества, и была колонна по городу. Можно вот сказать, вот это было тогда время. Нет, я банальную вещь скажу, но просто действительно, это отличительная черта команды, которую сделал Юрий Вернидуб. Потому что бывает, что команда со счета 0-2, при счете 0-3, просто начинает доигрывать уже матч, да. У Вернидуба не так. У Вернидуба 0-3, команда здесь несется забить этот один гол, который, может быть, ничего не решит и ничего не даст. Также, кстати, у него, что характерно, и при счете 3-0, да. Точно так же не решит, как Шахтеровы и знают. Никогда не ослабит, никогда не остановит. А в Мадриде при счете 1-1, на минуточку. Ну, казалось бы, держи свою ничью, тебе вот, ну... Твой шанс уже герой. Да, ты уже молодец. Вы помните, что сказал после проигрыша в Милане Юрий Вернидуб? То, что они могли засушить игру при счете 1-1. Игроки сами захотели идти и забивать еще. Да, мы очень много спорили, стоило, в общем-то, ли им разрешать. Вот у меня ощущение, что стоило. Потому что ребята, по крайней мере, несмотря на результат, показали игру. Ну, у нас, в принципе, есть человек, который знает последние новости о подготовке к игре. Максим, ты был на пресс-конференции. Я знаю, что она была небольшая, но все-таки что-то, наверное, предподоткрыли на тему о том, как пойдет завтра игра. Да, первый вопрос, конечно же, был Вернидубу. Как справляться с тем, что состав покинули 5 ключевых футболистов, и завтра не будет Адо и Дуланты из-за дисквалификации. Вернидуб ответил, все под контролем. Для футбола это, ну, наверное, типичная ситуация. Конечно, он сам, как тренер, еще не сталкивался с тем, что накануне Еврокубков ему практически наполовину нужно обновлять состав. Но те игроки, которые у него есть в обойме, они готовы играть. Ну, и инсайт все-таки прозвучал из уст Атанасиадиса. Хотя, наверное, он сам и не понял, что это инсайт. Его спросили, как ты будешь действовать с новой обороной, потому что она полностью изменена. И он озвучил имена минимум трех футболистов, с которыми он наигрывался на тренировках. Ну, и, судя по всему, они выйдут завтра в старте. Это Эвангелу, это Жульен и третий – это Петро. Ну, а Петро он не сказал прямым текстом, но по его словам было понятно, что это Петро. Ну, и четвертый, я думаю, это Степан Роделич совершенно точно. Так что, какой будет завтра оборона по именам, мы уже знаем. Португальцы меню скрывают. Португальцы, да, скрывают меню. Да, это, кстати, в общем-то, ноу-хау португальской команды. Вы вспомните, несколько месяцев назад, когда один из фанатов пришел на наши посиделки, и только пришел Якшибоев в команду, и никто не знал, никто не мог запомнить эту фамилию. Сейчас же, вот мы в город выходим, просто спрашиваем продавщиц в ларьках, водителей троллейбусов, людей, которые, может быть, убирают в парке. Мы спрашиваем, за кого. Все фамилии называют, с небольшим приднестровским, может быть, там, произношением и акцентом, но что-то поменялось у нас, и мне кажется, это здорово. Да, если взять оборону, мне кажется, там как раз-таки особой интриги нет. Вот нападения, там вариантов много. Появился Басид Абдул-Халид, есть в строю Якшибоев, есть Янсене, как минимум, ну и от Матро-Реда никуда и не делся, поэтому интриги, мне кажется, как раз больше вокруг того, какой же будет завтра атака. Ну и интриги вообще много вокруг самого матча, и, в общем-то, я знаю, что эксперты уже делают, по крайней мере, прогнозы, как Саша сказал, дело неблагодарное, все-таки, Юра, а вот есть ли какая-то уже сейчас хотя бы информация о том, что предрекают завтрашнему матчу, что это будет, ничья, чья-то победа, как по твоей информации? По информации, не предрекают ничью, не победу, в этой игре нет явных фаворитов. Да, небольшой фаворит, это, конечно, португальская Брага, ну, в принципе, команда постоянный участник Еврокубков, причем финалист первый этого Еврокубкового турнира. Но у Шерифа тоже неплохие шансы, мы даже посмотрели с ребятами букмекерские расклады, и, в принципе, никому не дают такого явного предпочтения. Какие коэффициенты были, когда играли с Реалом, с Интером и так далее? Вроде бы грохнули Шахтер, грохнули Реал, после этого букмекеры почему-то не снижали коэффициенты, потому что изначально такая вот низкая база почему-то за Шерифом закреплена. Ну, меня еще интересуют, букмекерами больше интересовали проценты. Смотрите, изменился формат. Если в группе, во-первых, там было понятно, что у тебя стабильно будет шесть матчей, никто не спросит тебя за поражение Интеру или тому же Шахтеру или Реалу, то сейчас здесь, во-первых, это игра на вылет уже, то есть здесь два матча, по итогам ты выходишь, выходишь дальше, либо покидаешь турнир. Второй момент – это изменилось правило «отменили выездной гол». И это очень хорошо сказывается на домашних командах, потому что раньше домашняя команда, она старалась более осторожно сыграть в обороне, потому что пропустив гол, на выезде уже нужно было забивать два. Посмотрите, вчерашний матч ПСЖ и Реала. Обычно эти матчи – это вывеска красивая, но они заканчиваются с сухими 0-0, там в лучшем случае результативная ничья. Посмотрите, что вчера происходило. Реал закрылся, ждал своего момента, и это ПСЖ просто разрывало оборону Реала. То есть это формат для домашних команд, потому что если уж играть, то играть в домашнем матче. Я думаю, что для «Шерифа» вот завтрашний матч, домашний, он будет самым главным, потому что задача такой – не пропустить дома, забить на выезде, и это смазывает весь футбол. Такой задачи уже нет, все будут играть в то, во что они умеют. «Шерифа» здорово играет, должен продавить их в Португальске? Не обязательно продавливать, надо свое реализовывать и не привозить. Брага, Саша правильно говорит, надо дома решать, потому что Брага – она тоже домашняя команда. То есть в своих стенах она играет всегда лучше? В своих стенах она сильнее, да, играет. Она в гостях играет, мало забивает, еще меньше пропускает. Поэтому надо решать дома, а там же ехать с каким-то запасом и играть. Ну а вот по вашему мнению, все-таки вот эта игра, которая завтра будет, будут какие-то феерические моменты, голы, вот то, ради чего люди ходят на футбол? Или все-таки главное – это будет атмосфера, желание команды играть? Я думаю, что будет даже где-то больше похоже на вчерашний сценарий матча ПСЖ с Реалом Мадридом. То есть, ну переведи для тех, кто не посмотрел его, что это было? Ну это была игра… Шериф будет в роли Реала или ПСЖ? Шериф? Да. Ну Шериф, наверное, будет в роли мадридского Реала, но у нас реализация намного выше, чем у Мадридцев. Хорошо, Дима, а вот ты чего ждешь от этой игры? Я от этой игры жду хорошей, ну может быть, автологии игры, то есть, чтобы были голы, но и хорошего результата. На самом деле, как бы, команда готова к совершениям, есть что доказывать, есть куда расти. И самое главное, не только для нас, для города, для республики, для болельщиков, но и для футболистов это праздник. Для многих это первый, может быть, и последний шанс в жизни показать себя, зарекомендовать Еврокубку. Ну и Верниду Брагу проходил, опыт имеет. Ну и Брага не очень хорошо играл с «Царовенной звездой», а мы «Царовенной звездой» проходили. А когда будем играть ответный матч, уже будет Дулант, а у Дуланты есть опыт игры с «Брагой». Он же перед тем, как перешел к нам, он играл в португальской Боавиште, и он против «Браги» играл два раза, и Боавишта два раза выигрывала. То есть, с «Дуланты» это будет. И от Дуланты вернется. И главное, что даже не зависит… Даже лучше, что они там будут, а не дома. Да, и важно, что даже если здесь игроки наши, которые будут получать завтра в домашнем матче желтые карточки, ни у кого, никто не висит. Никто не висит, то есть, они все равно сыграют там. А у «Браги» висят. У них центрального защитника, главного их центрального защитника, он не будет играть. В общем, не зря у «Ефа» в анонс вынес в том числе среди трех матч, который играет «Шериф» и «Брага». Да, на мой взгляд, завтра ничего не решится. То есть, не будет какой-то крупной победы одной из команд с каким-то большим преимуществом. И ты, Сережа, сказал, что там в «Браге» будет тяжело. Да, действительно тяжело. Но «Шериф» в этом сезоне, да, текущем, доказал, что он и в гостях очень хорошо смотрится. То есть, это команда, которая не разваливается, да, пропустив один-два гола, а будет играть в гол до конца. Мы в гостях больше очков набрали. Мы в гостях больше очков, вот Саша подтвердил. Ну, лично мне, наверное, все-таки хочется, чтобы вот эта игра была не такой легкой прогулкой, как сегодня была прогулка по террасполю у игроков «Браги», когда они вы считали. Ну, точно не были. Легонько прогулялись, посмотрели наш город. Посмотрели хорошо, а теперь посмотрят и группу. Я думаю, «Шериф» за групповой этап они сами уже поняли, что как бы они чего-то стоят. И если там первый матч, то, может, там случайно. Потом было же целых шесть матчей, с грандами играли. Я думаю, они как бы уверены. Плюс команда сбитая, все, которые в заявке, они все друг друга уже давно знают, играли. Максим, а тренер уверен в команде? Тренер уверен в команде, но сегодня Юрий Николаевич был даже немного философичен. С самого начала был посыл, что «Шериф» уважает и не боится любую команду, но после этого он даже стал рассуждать о своей многозначности, о том, что он и команда – это какой-то единый коллектив, и иногда даже неважно, кто в этот самый коллектив ходит, потому что в «Шерифе» игроков много, конечно, есть какая-то определенная цикличность. Вот еще новички пришли, и он уверен в том, что, по крайней мере, на ближайшую весну и уже на новый старт в Лиге чемпионов команда снова будет обновленной и качественно новой, и, может быть, даже более интересной, чем той, которой она была. Тут еще интересный вопрос. Не знаю, в курсе ты или нет? Вот я не в курсе. Если, например, «Шериф» проходит «Брагу», мы сможем дозаявить новичков на следующую стадию? Нет, я думаю, остается. Мы спрашивали у «Шерифа», у пресс-секретаря, он сказал, «Может, сможет». То есть, могут дозаявить? То есть, можно открыть? Смотри, пришло 8 человек, к нам 8 человек, которые тоже пришли сюда покажать. Они себя сейчас покажут, почему очень хочется увидеть их на поле. Нет, и можно сейчас просто хотя бы еще один стимул ради них, ради того, чтобы эти парни сразу же себя почувствовали в Европу. Выйдет на поле. Пройти в «Брагу». В «Албанию», с которой договорились. Да, это не мое. Вы просто спросили, что девушки и почему приходят на матчи. Ну, вот, наверное, смотреть на футболисты. Девушки, кстати, могут прийти. В «Браге» есть Рикардо Уорта, очень такой хороший футболист. То есть, он будет интересен и в мужской половине. Как футболист. И стоит 17 миллионов евро. Он самый дорогой. С точки зрения игры в футбол. И девушкам, я думаю, он тоже понравится. Потому что в «Браге» он считается любимцем женской половины. Слушай, он действительно сильно понравился. Сереж, Вадим Петрович, сейчас унизили всю женскую половину. Как будто девушки приходят только посмотреть на футболистов. Я очень надеюсь, что они приходят. Я, наоборот, показал, что… Я тебя удивлю, мы тоже ходим посмотреть на футболисты. Я, наоборот, показал, что футбол многогранный. Можно прийти посмотреть на что угодно. Для девушек, которые… У меня есть друзья, подруги, которые просто не разбираются в футболе. И для них просто поход на матч – это вид досуга. Просто прийти за атмосферой. И не обязательно оценивать футболиста по внешности. Я надеюсь, что атмосфера завтра на матче будет, конечно, та, ради которой девушки на нее приходят. Ну и напоминаю, что сразу после новостей у нас будет интервью с главным тренером Шерифа Юрием Вернидовым. А нет, ты присутствовал на этом интервью. Какие, в общем-то, тайные, неожиданные моменты открылись для тебя? Что сказал тренер такой? Юрий Николаевич, оказывается, ну, я не знаю, я буду говорить такие поверхностные вещи, наверное, он любит заедать, скажем так, стресс разными вкусняшками, шоколадами, любит молочку. Недавно был в Бендерской крепости. Ему, кстати, делают скидки, там, на проходе. Узнают даже там, да? Ему предлагают скидки, но деньги все равно берут. Оказывается от всех скидок, потому что, говорит, я... Да, в общем, его узнают, и сейчас к нему приехала жена, и он говорит, конечно, это как эмоциональная поддержка, намного проще готовиться, наверное, потому что это все... Поддержка в семье уже, да? Да, декабристка. Я не помню, мы с Владом тоже были. Да, но по поводу... Да, всех интересуют. Как сыграть Шири, как сыграть Шири, полностью обновилась оборона. Мы такой же вопрос Верни Дубу задали. Он совершенно спокойно сказал, ребята, вы не представляете, насколько много решает в игре дисциплина и то, если вы правильно сыграете. То есть очень многое решается заранее. Организованно. В тактике, в стратегии, да. То есть они несколько... Верни Дуб и его команда несколько недель смотрят все игры Браги. Вот он после интервью уходил от нас, говорит, я сейчас иду, тренировка сегодня вечером, у меня есть пару часов, посмотрю сегодняшнюю игру с Пасуши до Феррея. Это такой профессиональный сериал, короче. Да, то есть очень много, на самом деле, решается, по мнению Верни Дуба, именно до игры. Слушай, Влад, а вот как-то или чем-то с новой стороны открылся, Юрий Николаевич, вот для тебя в этом интервью? Вот столько уже интервью было, просто говорили о нем столько, показывали, давали возможность высказаться, а все-таки что нового открылось в этом человеке? Он человек-загадка для меня до сих пор. Тут в этом интервью очень важен формат этого интервью, который мы, надеюсь, сейчас не раскроем. Если вырезал, он все знает. Это необычное интервью, это интервью в зеленой комнате, и мы поменяли Верни Дубу и ведущим формат. Мы впервые близко пообщались с Верни Дубом, я могу ответить на вопрос. Главное, что удивило, максимальная откровенность. Человеку задаешь любой вопрос, он на любой вопрос откровенно отвечает, не боясь, что его могут неправильно понять, не боясь, что там... Дусмысленно, потом его как-то... Да, он не уходит от ответа. Вот ты ему задаешь прямой вопрос, он тебе дает прямой ответ. По поводу, кстати, Лува Нора, мы его спросили, потому что он сейчас, как я понимаю, без клуба, и в интервью загадочно сказал о том, что шериф мой дом, а как бы сын всегда возвращается домой. А Юрий Николаевич в ответ на это сказал, так приходи, сын, я же тебя жду. Ну как-то так было, я дословно не помню, но тем не менее, как бы... Давайте еще пару вопросов и принесли, мы посмотрели интервью. На самом деле... Можно кликбейт такое, чтобы кликбейт это, да, называется? Вернитоп рассказал про порнографию, про алкоголь, про курение... И почему он любит кефир. И про рок-н-ролл. Да, и почему любит кефир. А место для футбола там было вообще в этом интервью, ребята? Ну и немножко футбола тоже было. Немножко футбола. Итак, в общем-то, мы уже в эфире 35 минут, ну и завершая сегодняшний выпуск, давайте, в общем-то, кто хочет, скажите мне, зачем завтра идти на этот матч? Ну... Ну, мне кажется, ну какой вопрос? Он не очень уместный. А каждый ответит по-своему. Ответ на вашу верность. Да, ответ это же футбол. Это Еврокубки, это Лига Европы, это мы вышли из группы, мы попали в Евровесну. Об этом могут мечтать, ну, тысячи, тысячи команд, миллионы футболистов, а мы все это совершили, и это все будет не где-то там, ну, вот, за команду, которую мы болеем там в английском чемпионате или там в испанском. Телевизор. Это у нас в Террасполе все это будет происходить. И я уверен, что те, кто придет на стадион, те, кто будет дома смотреть у телевизоров, в телефонах, вот эти вот водители троллейбуса, вот эти вот военнослужащие, милиционеры, они все будут чувствовать себя, вот частичкой этой команды, и они будут считать, что они тоже на поле. Слушай, десятки европейских городов сейчас рыдают и дико нам завидуют. К ним большой европейский футбол этой весной не пришел. Ну, а я напоминаю, что, в общем-то, это было экспертное мнение. Мы говорили о завтрашнем матче шериф Португальская Брага в 19.45 на главной арене спорткомплекса. Ну, а за нами сразу новости. Ну, а потом то самое, как говорится, широко анонсированное интервью Юрия Николаевича Вернедуба. До встречи.